приветствую всех кто забрел на мой канал и решил вместе со мной готовиться к экзамену сегодня у нас с вами девятый вариант из сборника ященко 23 года 36 вариантов это вторая часть блок геометрии что нам предлагают блоки геометрии давайте начнем с первой задачи первая задача на вычисления вторая как мы помним на доказательство а третья задача повышенной сложности и так читаем точка h является основанием высоты bh проведенной из вершины прямого угла прямоугольного треугольника abc окружность диаметром bh пересекла стороны ab и cb в точках п и к соответственно необходимо найти bh если пока равняется 12 давайте то есть первый раз вы читаете задачу второй раз мы ищем основные моменты то сейчас мы пока на черновике с вами прикидываем как будет выглядеть чертеж потому что с чертеж в геометрии это очень важная часть чертеж помогает решать задачу особенно правильно построенный чертеж не тяп-ляп чертеж вы строите не для кого-то а вы строите для себя это ваш помощник для решения задачи и так давайте определимся у нас прямоугольный треугольник abc значит построим прямоугольный треугольник abc напоминаю пока это у меня черновик я хочу присмотреться как выглядит задача прямой угол b значит возьмем здесь вершину а здесь вершину b здесь вершину c точка h является основанием высоты bh то есть из прямого угла из вершины прямого угла у нас проведена высота это высота bh окружность диаметром bh то есть у нас есть окружность у которой диаметр bh давайте построим центр и постараемся построить то есть что у нас получается раз это диаметр bh значит окружность точно будет лежать и . бы точно будет лежать на окружности . h точно будет лежать на окружности значит строим эту окружность. Пока черновик не совсем окружность, но мы присматриваемся. Что делает эта окружность? Эта окружность у нас пересекает, давайте еще раз я попробую построить аккуратнее, она пересекает стороны А, В и Ц, В, вот у нас раз пересекла и два пересекла в точках П и К, П и К, а найти нам необходимо BH. Ну, с чего бы я, наверное, начала решение этой задачи? Как раз вот с окружности. То есть я проведу окружность, проще будет строить потом треугольник, то есть начать с окружности, потом начать с диаметра, а потом уже треугольник, потому что у нас с вами на экзамене циркуля не будет, у нас будет только линейка. Так, давайте построим с вами окружность. Диаметр возьмем у этой окружности. Так, он у нас как-то вот так вот идет. И нам нужно построить вот в этой точке, это же у нас с вами точка Б получилось. Вот в этой точке нам необходимо построить прямой окол. Давайте попробуем его построить. Раз, и соответственно вот сюда. Так, и так как у нас это будет диаметр, причем у нас диаметр и сторона под прямым углом, значит, СА у нас будет, по сути, с вами касательная. Вот так у нас получается. Так, подпишем точки, которые у нас получились. Точка А, точка Б, точка С, точка H. Еще нам сказали, что BH пересекает стороны А, В, С, Д в точках П и К соответственно. То есть А, В пересекает в точке П, а Ц, В пересекает в точке К. Нам необходимо найти BH, если известно ПК. То есть, если у нас известно получается с вами, вот эта хорда. Итак, ПК у нас 12. Давайте я здесь запишу. ПК равняется 12. А нам необходимо найти... Найти нам необходимо BH. Итак, что мы с вами знаем, решение. У нас получается, что BH – это диаметр. И мы получаем треугольник ПБК, данный треугольник, который тоже с углом 90 градусов. Да, то есть у нас, смотрите, треугольник А, В, С прямоугольный, но и, соответственно, треугольник ПБК прямоугольный. Тогда что получается? Тогда получается, что раз треугольник у нас прямоугольный, и он вписанный, а он у нас вписанный, потому что у него вершины лежат на окружности, значит, его гипотенуза будет являться диаметром окружности. То есть КП – то же самое, что BH – диаметры окружности равны. Вот мы задачу доказали. Мы дольше, кстати, с вами строили чертеж, чем решали эту задачу. Итак, давайте запишем. Значит, рассмотрим. Треугольник ПБК Прямоугольный Так как угол В равняется 90 градусов, но это у нас с вами по условию. Теперь также треугольник ПБК ПБК вписан в окружность. Значит, ПБК является диаметром окружности. Ну и тогда что у нас получается? Тогда ПБК равняется BH и равняется 12. Ответ. ПБК равно 12. Задача решена. Значит, что мы помним? Давайте объясню тем, кто не совсем понимает. Если у нас с вами есть окружность и треугольник с прямым углом, то вот этот угол у нас с вами вписанный. А вписанный угол, как мы с вами знаем, равняется половине центрального угла, на который он упирается. То есть, если этот угол 90, значит, этот угол у нас получается 180. И тогда что получается? Тогда получается, что треугольник у нас прямоугольный. Давайте перейдем к следующей задаче, к 24-й. Точка М, середина боковой стороны АВ, трапеции АВЦД. МС равняется МД. Докажите, что трапеция АВЦД прямоугольная. Значит, нам нужно доказать, что трапеция прямоугольная. Строим мы пока чертеж. Не обязательно указывать, что она прямоугольная, да? Потому что мы не знаем. Но и не строим ее равнобокой. То есть, мы строим просто произвольную трапецию. Нам нужен чертеж как вспомогательный инструмент. Поэтому мы строим произвольную трапецию. И еще одна боковая сторона. Давайте подпишем ее АВЦД. Точка М, середина боковой стороны АВ. Значит, берем здесь середину. Отмечаем, что этот отрезок равен этому отрезку. МС равняется МД. МС равняется МД. Так, давайте соединим МС и МД. И отметим, что они у нас равны. Здесь проведем. И здесь проведем. Итак, это равняется этому. Доказать, что трапеция АВЦД прямоугольная. Я запишу пока то, что у нас известно. АМ равняется МВ. И МС равняется МД. Доказать, что АВЦД прямоугольная трапеция. Что такое прямоугольная трапеция? Это трапеция, у которой один угол получается прямой. Мы не знаем, какой. Сейчас будем искать, какой угол у нас будет прямой. Прямоугольная трапеция. Итак, значит, у нас по условию МС равняется МД. Значит, треугольник СМД равнобедренный. Итак, доказательства. Так как МС равняется МД, то треугольник МДС равнобедренный. Что мы с вами сделаем? Давайте проведем через точку М, так как у нас М уже середина боковой стороны. Мы проведем прямую параллельную АД, которая будет как раз являться у нас средней линией трапеции. Давайте сделаем дополнительное построение. Итак, проведем сюда линию. И она у нас будет являться средней линией. Пускай это будет точка К. Итак, проведем МК, которая будет являться... Точнее, даже не которая будет являться, проведем МК параллельно. Точнее, давайте все-таки АД. Делаем такое дополнительное построение. Так, МК параллельно АД. И так как М у нас с вами АМ равняется МВ, то МК средняя линия. Так будет правильнее. Средняя линия. Тогда что у нас получается? Так как треугольник у нас равнобедренный, то точка К у нас будет являться медианой. Значит, давайте запишем. Значит, не точка К медиана, а отрезок МК будет являться медиана, точка К середина. Значит, ЦК равняется КД, но тогда-то треугольник равнобедренный, но так как треугольник МДЦ равнобедренный, то МК перпендикулярно ЦД. А что у нас с вами получается? У нас с вами получается, что МК параллельно ВС и параллельно АД, а если одна из двух, одна из трех даже параллельных прямых перпендикулярна к третьей прямой, то и перпендикулярна другая параллельная прямая. Можно так. Можно по-другому. Смотрите. То есть мы с вами сейчас доказали, что вот этот угол прямой. Можно доказать, что данный угол будет прямой. По-другому, не затрагивая две параллельные прямые, у нас получается, что угол МКЦ и угол АДК это углы, соответственные при параллельных прямых и секущей ЦД. Можно и это использовать. То есть что у нас выходит? Давайте так и запишем. Угол МКЦ равняется углу АДЦ и равняется 90 градусов. Почему? При АД параллельно МК и секущей ЦД. А это что у нас получается? Если один угол в трапеции прямой, значит трапеция прямоугольная. следовательно, АБЦД прямоугольная трапеция. Прямоугольная трапеция. Что и требовалось доказать. То есть еще раз давайте пройдемся по задаче и посмотрим, что мы с вами доказали. Так как прямые МЦ и МД отрезки МЦ и МД равны, значит треугольник СМД равнобедренный. Проведем через точку М прямую параллельную АД. Она будет пересекать сторону ДЦ в точке К. Так как МК параллельно АД и точка М середина стороны АБ, то и точка К будет середина стороны ДЦ. Тогда получается, что раз треугольник СМД равнобедренный, МК является не только медианой, а МК будет еще являться и высотой в равнобедренном треугольнике. И мы получаем, что угол МКЦ 90 градусов. Но по построению МК и АД параллельны, АЦД у этих двух параллельных прямых текущие. Углы МКЦ и углы АДК соответственные. И они равны. Ну, так как прямые параллельны, значит углы равны. Тогда получается, что угол АДК прямой. И тогда получается, что если в трапеции один угол прямой, то трапеция прямоугольна, что и требовалось доказать. Задача 25. Середина М стороны АД выпуклого четырехугольника АВЦД равна удалена от всех его вершин. Найдите АД, если ВЦ 18, а углы В и С четырехугольника равны соответственно 132 градуса и 93 градуса. Итак, что у нас получается? У нас есть какой-то выпуклый четырехугольник АВЦД. И у нас есть точка М, которая является серединой АД. И вот эта точка М, она равноудалена от всех вершин данного четырехугольника. И получается тогда, что если точка равна удалена от вершин, значит, этот четырехугольник можно вписать в окружность. Давайте с этого и начнем. Давайте начнем с окружности. Значит, возьмем с вами диаметр. Пускай эта сторона у нас получается тогда АД. Точка М у нас будет середина стороны АД. Ну и соответственно, получается, нам нужно добавить еще стороны. У нас получается угол В и С 132 и 93. Два угла у нас тупых, да? То есть нужно постараться построить раз тупой угол и два тупой угол. Как-то таким образом. Значит, у нас получается А, В, С, Д. И М середина. Этот отрезок равняется этому отрезку. Что еще нам дали? В, В, С, 18. В, С, 18. Угол В 132 градуса. Угол С 93 градуса. А еще нам сказали, что МС, МВ, МА и МД они все равны. Значит, получается, эти отрезки тоже будут равны. МС, МД сначала равняется МА, равняется МС и равняется МВ. Итак, решение. Давайте запишем. Так как М нам же не сказали, что это окружность, да? Нам нужно объяснить, что это у нас будет с вами окружность. Так как М равна удалена от всех вершин выпуклого четырехугольника, то его можно вписать в окружность. Вписать в окружность. с радиусами. С радиусом. С радиусом. МД равным МА равным МС и равным МВ. Так. Значит, что у нас получается? У нас получается, что так как четырехугольник вписан, то вспоминаем свойства вписанного четырехугольника. У него противолежащие углы равны 180 градусов. То есть, мы можем, по сути, найти с вами угол Д и угол А, потому что у нас известен угол С и угол В. Значит, что мы можем сказать? Тогда угол Д плюс угол В равняется 180 градусов. И угол С плюс угол А равняется 180 градусов. То есть, что мы можем найти? Мы можем найти угол Д. Угол Д равен 180 минус угол В. это будет угол В у нас 132, значит, это будет 48. 48 градусов. А угол А будет равен 180 минус 93, это будет 87 градусов. 87 градусов. Теперь давайте посмотрим на треугольник БМА. Треугольник БМА у нас получается равнометренный. Почему? Потому что МВ и МА это радиусы. То есть, значит, углы у нас, то есть, у этого равнобедренного треугольника АВ будет являться основанием, а углы, насколько с вами знаем, при основании равны. То есть, получается, что угол МАВ равняется углу МВА и они равны по 87 градусов. Итак, рассмотрим треугольник. рассмотрим треугольник МВА. Он равнобедренный. Значит, угол МАВ равняется углу МВА и это равняется 87 градусов. Тогда мы можем найти угол МВС. Тогда угол МВС равен он у нас равен углу В минус угол МВА. угол В мы с вами знаем 132 градуса. Угол МВА мы нашли это 87 градусов и это будет 45 градусов. Треугольник МВС у нас тоже равнобедренный. То есть, посмотрите, вот этот уголок у нас будет 45 градусов. Тогда этот уголок тоже будет 45 градусов. Почему? Потому что треугольник МВС равнобедренный. Рассмотрим треугольник МВС. МВС. Он у нас равнобедренный. значит, угол МВС равняется углу МЦБ и это равно 45 градусов. что дальше? У нас мы можем найти угол БМЦ. Откуда мы его можем найти? Из теоремы суммы углов треугольника. Мы знаем, что сумма углов треугольника 180 градусов. Тогда мы можем найти угол МВС БМЦ и он у нас получается 90 градусов. То есть вот этот треугольник у нас по сути должен получиться прямоугольный. Так, тогда запишем. Угол СМВ равняется 180 градусов минус угол МЦБ плюс угол МВС. и это равняется 90 градусов. Следовательно, треугольник СМВ прямоугольный. Смотрите, мы знаем, чему у нас равняется ВС. ВС это 18. то есть у нас получается давайте вырисую по-другому этот треугольник, потому что на чертеже мы не опирались, что он прямоугольный, мы сейчас только доказали. То есть посмотрите, у нас получается прямоугольный равнобедренный треугольник. То есть у него гипотенуза 18, а катеты получаются равны. Давайте вот здесь я напишу, это будет точка С, это точка В, а это точка М. Зачем нам необходимо найти МВ? Посмотрите, вот эти все стороны равны, наша задача найти АД. А как мы можем найти АД? Достаточно найти МВ из вот этого прямоугольного треугольника, который у нас получился, и тогда АД будет равняться двум таким отрезкам. Значит, смотрите, каким мы можем идти путем. Либо мы, получается у нас 45 градусов, 45 градусов. То есть, мы можем использовать два способа. Первый способ это используя синусы или косинусы, да, отношение противолежащего катета, это у нас синус, к гипотенузе. И мы сможем тогда найти МС, противолежащий катет. Значит, что у нас получается? Давайте я рассмотрю первый способ, а потом расскажу вам второй способ. Чем больше способов мы знаем, тем лучше у нас, тем более вооружены мы к решению задач. Значит, первый способ. Напоминаю, синус угла В это отношение противолежащего катета МС к гипотенузе ВС. Синус у нас получается 45 градусов, это корень из 2 на 2 МС мы ищем, а ВС у нас равняется по условию 18. Значит, отсюда мы можем найти МС. МС равняется 18 умножить на корень из 2 деленное на 2. Это будет 9 корней из 2. Давайте второй способ. Второй способ. кто не очень дружит с синусами и косинусами, хотя они есть в справочном материале, можно применить теорему Пифагора. Значит, так как треугольник равнобедренный, мы можем катет и взять за Х. Пусть МС равняется МВ и равняется Х. Тогда по теореме Пифагора ВС в квадрате равняется МС в квадрате плюс МВ в квадрате. Подставляем. ВС у нас получается 18 в квадрате равняется Х квадрат плюс Х квадрат. То есть у нас выходит 2Х в квадрате равняется 18 квадрате. И отсюда тогда Х в квадрате равняется 18 квадрате деленное на 2. Извлечем квадратный корень и у нас получается, что Х равняется 18 деленное на корень из 2. Избавимся от иррациональности и у нас выходит тогда 18 корень из 2 на 2 а это и будет 9 корень из 2. 9 корней из 2. Вот. Но это мы нашли с вами получается МВ, МА, МЦ, не важно что. А нам нужно найти весь отрезок АД. И тогда окончательно АД равняется 2 раза МА. И это будет 18 корней из 2. И не забываем естественно написать ответ, потому что без ответа никто нашу задачу проверять не будет. И в ответе мы пишем 18 корней из 2. И задача решена. Значит, любой задачи правильно строим чертеж. Не обязательно, как вот здесь у нас получился прямоугольный треугольник, мы доказали, что он прямоугольный. У нас не было никаких тут предпосылок, что он у нас будет прямой. Поэтому не переживайте, что у вас будет выглядеть чертеж в таком виде. Если вы все расписали подробно и красиво, значит, у вас примется именно решение. Чертеж это, прежде всего, помощник для вашего решения. Ну, а я благодарна тем, кто досмотрел до конца. Возвращайтесь, будем смотреть следующий вариант, следующие задачи. Будем готовиться к экзамену вместе. Я с вами прощаюсь. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Симон.